Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава книги «Второзаконие» Перевод российского библейского общества Читаю для библейского портала «Экзегет» Вот мы в самой серединке этой законодательной части «Второзакония» Куча правил, которые местами нам кажутся очень жестокими Например, только что мы читали в 22-й Смертная казнь за любое прелюбодеяние И точка Для мужчины однозначно Для женщины, если не сопротивлялось Как-то жестоко То мы вдруг встречаемся с какими-то очень мягкими нормами Мы читали, например, во время войны Тот, кто построил дом, насадил виноградник Или женился, может идти заниматься своей частной жизнью Потому что это важнее, чем битва с врагом Ничего себе А иногда нам кажется, что это Какие-то странные, мелочные, никому не нужные правила Давайте постараемся понять В 23-й главе таких много Есть ли в них какой-то смысл Хотя бы с точки зрения того человека Итак, 23-я глава Мужчина с раздавленными яичками Или с отрезанным членом Не может войти в общину Господа Рожденный от незаконной связи Не может войти в общину Господа И потомки его даже в 10-м поколении Тоже не могут А монетяне и мавитяне Не могут войти в общину Господа И потомки их тоже не могут Даже в 10-м поколении Никогда Ведь они не встречали вас на дороге С хлебом и водой Когда вы шли из Египта Они наняли Валаама Сына Биора Но это история, которая Рассказана в книге Чисел Очень подробно Из Петора в Арам на Хараеме Чтобы он проклял вас Но Господь ваш Бог Не пожелал служить Валаама И обратил проклятие в благословение Ибо Господь ваш Бог любит вас Потому никогда, пока вы живы Не делайте ничего Что принесло бы им Мир и благополучие Не отвергайте и дометянина Он брат ваш Не отвергайте египтянина Ибо вы были переселенцами в его стране Их потомки в третьем поколении Могут войти в общину Господа Что такое община Господа? Это, собственно, народ Израиля Он понимается не только как этническая Общность или гражданство Вот сейчас гражданство Кому могут давать Разные страны Предлагают разные критерии И здесь получается Что вот это самое гражданство В древнем Израиле Не могут получить кастраты Незаконно рождены Чем они виноваты? Они родились И как бы не спрашивали до их рождения Хотят они рождаться и нет А монетяне и мооветяне Но другие Миноплеменники Идомитяне и египтяне могут Что за странное разделение К тому же А монетяне и мооветяне Это что коллективная ответственность Они не помогли вам Когда ушли через пустыню И теперь их потомки Совершенно другие люди Не могут Иметь с вами ничего общего Вот здесь Есть представление Об общении Израиля Как о чем-то Что продолжает свою историю И поскольку Это продолжение истории То тот Кто не дает потомство Выпадает из этой истории Из поколения в поколение Тот Кто незаконный потомок Кто вне этой генеалогии Выпадает Тот Кто принадлежит к ветве А монетяне и мооветяне Тоже ведь родственники Израильтянам Дальние Но все же Тоже выпадает То есть община Это не просто Ну вот гражданство Да Сегодня гражданство Какой-то страны Может иметь человек Не имеющий ничего общего Этнически Или культурно С этой страной Да Но тогда это было невозможно То есть община Она вот Внутри себя Идентична себе И Она Живет из поколения в поколение И Нельзя нарушать Эту связь поколений Дальше Еще одно странное правило Когда вы пойдете Воевать с врагом Остерегайтесь Любой скверны Если кто-то из вас Сделается нечистый За случившуюся с ним Ночью Но имеется ввиду Истечение семени То пусть он выйдет За пределы стана Он не должен входить в стан Ничего себе Отговорка От участия в военных действиях А вечером Пусть омоется водой И когда зайдет солнце Он сможет вернуться У вас должно быть Место вне стана Куда вы могли бы Выходить по нужде Каждый должен иметь При себе лопатку Чтобы присев Там вырыть ямку А потом закопать нечистоты Устройство военно-полевых туалетов Регулируется Книгой Второзакония Ничего себе И чем это объясняется Ведь Господь Ваш Бог Идет вместе с вашим войском Избавляя вас И даруя вам победы Над врагами Поэтому ваш стан Должен быть свят Чтобы не увидел Он у вас Ничего непристойного И не отвернулся бы от вас С одной стороны Можем сказать Это нормальные Санитарно-гигиенические требования Чтобы туалеты располагались Отдельно от жилых помещений От мест Где хранятся пищевые припасы Иначе Понятно Заражение неминуемо А с другой стороны Вот это представление О войне Как о таком Священном событии Вот ничего нечистого Не должно быть И нечистое Здесь еще не разделено Нравственно нечистое Физически нечистое Нечистоты И скажем Греховные поступки Это все вместе И понятно Что это можно Понимать Как призыв От какому-то Очень высокому И чистому служению Воина Понятно Что армия Это не самое такое Место Для нравственного Усовершенствования И для физической чистоты Но В древнем Израиле Да Предъявляются Более высокие Требования чистоты Чем в обычной жизни И дальше Неожиданно Не выдавайте Хозяину раба Который бежал От хозяина к вам Пусть он живет у вас Где захочет В одном из ваших городов Там где ему понравится Не притесняйте его Речь конечно О рабах Бежавших От других народов То есть Израиль становится Страной Откуда нет выдачи Как на Руси говорили С дона выдачи нет Кто Из крепостных Бежал на дон Становился казаком Его не выдавали Или как там В 19 веке Рабы из США Бежали на территорию Канады Получали свободу Потому что в Британии Канада была Британской территорией В Британии Рабство Уже было отменено Вот так Израиль Становится страной Которая освобождает Пусть не будет Среди дочерей Сынов Израилевых Посвятивших себя Храмовой проституции Что это такое Ну Были такие культы Где Формой Священнослужения Был вот такой Беспорядочный Блуд Да То есть Они не просто Развлекались При храмах Ну Хотя наверное Был в этом Элемент развлечения Но это было Их формой Служения Своим божествам Вот Ни в коем случае Этого Делать нельзя То же вот То что Категорически Запрещено Вот то что Оскверняет Весь народ При исполнении Обетов Не вносив Храм Господа Твоего Бога Незаработанная Продажная Женщина Ни плату За пса Оба не мерзкий Господу Твоему Богу Ну зачем же Пса Сравнивать С продажной Женщиной Что имеется Ввиду Подплаты За пса Довольно Трудно Сказать Вероятно Это Описательная Конструкция В параллеле К продажной Женщине Возможно Имеется Ввиду Мужчина Который Тоже Занимается Проституцией Тем более Что настолько Что храмовая Проституция Была упомянута То есть Деньги Которые Заработаны Вот Проституцией Не должны Попадать В храм Ни в коем случае Не давай Брату Твоему В рост Ни серебра Ни съестного Ничего того Что дает Подпроценты И наплеменнику Сужай В рост А брату Твоему Нет И тогда Благословит Тебя Господь Твой Бог Во всех Трудах Твоих В той Стране В которую Вы идете И которой Овладеете Вот Это место Оно служит Объяснением Почему В средневековье Ростовщичеством Занимались Как правило Иудеи Потому что Христиане Не могли Друг другу Давать Деньги Под проценты Если они Конечно Не хотели Попасть Под Вот Этот вот Запрет Второзаконие Напрямую Это запрещает А и наплеменнику Можно У иудеев Та же история Вот Сегодняшняя Банковская Система Да и вообще Любые проценты Например Там пение На коммунальные Услуги Если во время Не заплатил Сумма растет Грубо говоря Они нарушают Этот принцип Но мы Сегодня скажем Инфляция Нельзя же Чтобы человек Который дал В долг Там через 10 лет Получил Номинально Ту же сумму Но фактически Гораздо меньшую Тут не предполагается Инфляция Она слишком Ничтожна Чтобы о ней Говорить А принцип понятен Не наживайся На проблемах Другого Да Вот В этом смысле Современная Банковская Система Она Не соблюдает Этот принцип Если ты Дала обет Господу То есть Некое торжественное Обещание Сделать что-то В случае Скажем Помощи От Бога Дал обет Господу Твоему Богу Исполнение Откладывая Ибо Господь Твой Бог Непременно Взыщет С тебя Обещанное На себе Будет грех Если же Не станешь Давать обет Не будет На тебе Греха Строго Соблюдая Исполняй То что ты Пообещал Те обеты Которые ты Добровольно Дал Сказал И дальше Очень интересный Принцип Если ты Придешь В чужой Виноградник Можешь Есть виноград Сколько Хочешь Досод Но В корзину Не Собирай Если Придешь На чужую Ниву Можешь Срывать Колось Руками Но Не Срезай Чужие Колось В серпом Кстати Опять В Евангелии Описывается Как Ученики Христа Шли По полю И срывали Колось Руками Они Не нарушали Чужую Собственность Вот Закон Не позволяет Это делать Зачем Это Мы же Знаем Что Из детства Еще Что Залезть Чужой Сад И Нарвать Яблок За это Муши Дерут И вообще Детей Наказывают А Принцип То какой Бывают Люди Которым Поесть Нечего Вот Нету У них Чем Питаться И они Имеют Право Прийти На чужое Поле И срывать Колось Руками Руками Много Не Нарвешь Но Вот Себе На обед Они Нарвут С виноградником То же самое Я Только не хочу Призывать Людей К тому Чтобы Это Правило Соблюдалось Сегодня И все Лезли В чужие Сады И Там На месте Ели Всякую Вкусноту Которая Выросла У нас Сегодня Это Все Таки Не Принято Ну Вот Видите Ветхий Завет В некоторых Отношениях Более Мягок Скажем Так Чем Современные Нормы Права С другой Стороны Ведь это Не про Собственность Это про Солидарность Большей Степени И Народ Живет Как некая Единая Коллективная Общность Которая Состоит Из Отдельных Личностей Но важнее Его Коллективности Поэтому Для Бедняков Ну Нет Собесов Нет Пенсии У нас Может быть Сегодня Вся эта Система Социального Обеспечения Которая Часто Работает Неэффективно Но все Же Существует Она Играет роль Вот Этих Правил А тогда Все Очень Просто То есть Дается Какая-то Гарантия Что Человек Принадлежащий К народу По крайней Мере С голоду Не умрет Может быть Не будет Роскошествовать Но не умрет С голода Вот здесь Запрет На проценты Запрет На суду Под проценты И одновременно Призыв Не призыв А требования Предоставить Возможность Хотя бы Вот набрать Чуть-чуть Еды Для Обычного Общества Ровно наоборот Человек Которому Нечего Есть Занимает В долг Зерно У того У кого Много Зерна Потом Не может С ним Расплатиться Попадает К нему В рабство Дальше 24 глава Опять будет О всевозможных Нормах Гражданского Права В особенности Брачного